Глава Ингушетия провел совещание по фактам преступлений, совершенных на территории республики с применением оружия. Юнезбеки Фкуров считает необходимым усиление темпов оперативно-следственных и розыскных работ. Исполняющий обязанности секретаря Совета Безопасности Исмаил Хангайтов доложил о ходе следственных работ по нераскрытым преступлениям. Он сообщил, что 1 апреля на автодороге Яндере-Карабулак на почве ранее сложившихся неприязненных отношений Цычоев Абукар в 71-го года рождения причинил множественные огнестрельные ранения Машхоева-Алаудину в 65-го года рождения, после чего скрылся с места происшествия. Сейчас устанавливается местонахождение подозреваемого для дальнейшего его задержания. По данным следствия, данный инцидент – это продолжение конфликта, который возник между Цычоевым и Машхоевым в прошлом году, однако тогда никто не был наказан. Почему милиция занималась? В главе принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления в производственной части 1 ст. 16 Украинской генерации на основании пункта 2, части 1 ст. 24 Украинской генерации в связи о суде состава преступления. Инспеки Евкурова отметил, что наличие проблем в раскрытии данных преступлений говорит о слабом контроле соответствующих органов. Население по этому поводу беспокоится небезосновательно. Если злоумышленники, совершающие нападения, не будут задержаны сейчас, то они почувствуют безнаказанность и могут решиться на более тяжкие преступления, подчеркнул глава. По его словам, расследование преступлений такого характера должно быть на жестком контроле прокуратуры республики. Очень сильно народ беспокоит вот этот беспредел, который строится по нашей недоработке. По нашей недоработке. Вы, как юристы, находите тысячи вариантов каким-то образом не довести до логического конца такое понятие, как неотвратимость наказания. В 2016 году некто гражданин стреляет в другого гражданина. То, что я вижу везде, какое-то уголовное дело возбуждается. Людей сажают в тюрьму, наказывают. Какое-то там вижу. Что здесь там и прокурор почему-то до конца не досмотрел. Думаю, что надо проверить, разобраться, кто там с кем договорился. И почему какой-то участковый там нашел или не нашел основание, будет уголовное дело там, или отказ уголовное дело. То есть совершенно непонятно, почему такая, Юрий Александрович. Поднимите это дело, проверьте. Здесь там и УСБ подключите, поднимите. И прокурорскую проверку направьте, Андрей Владимирович. Это когда правильно вы подметили. Если бы в 2016 году первый был бы наказан, то маловероятно, что сейчас был бы второй случай. То, что там между собой ходят по домам, уговариваются, первая дура скачетворят, потом вся республика должна ходить по дворам и уговорить друг друга, помиритесь. Поэтому не совершайте эти преступления. Думаю, что все будут ходить там, всех будут уговаривать там, простить ей кровь. Он спокойно выезжает на федеральную трассу, останавливает или не оставит машину. Да что так, а не все равно оружие. Стреляет. Это все выходит там, в том числе, в прессу. Мы тут за каждый там сантиметр, кулачок земли там по безопасности, по обстановке, по инвестициям беспокоимся. Как их назвать? Сейчас опять выяснится так. Пройдет там какое-то время, и все это забудут, как и прошлогодний случай. И только когда с автоматов, с пулемета на шут, там по пять трупов валить, тогда только все проснемся. Ну так же нельзя делать в конце этого концов. Потом просил бы здесь прокурора на личном контроле взять, и первый случай, если случай. Нельзя допускать этого. Нельзя такие вещи допускать вообще даже близко. Глава администрации держать на личном контроле эти дела. Почему человек стрелял с оружием? И почему он не наказан? А за хранение оружия? Так нет, это же преступление. Второе, что он совершил еще второе преступление, потому что он стреляет с этого оружия. Почему этого человека не наказывают никак?